Привет, дорогие друзья! Сегодня посмотрела стрим Лёльки Быковой, который называется стрим с женихом. Что можно сказать? Я еле посмотрела на второй стук скорости стрим, и ощущение осталось, конечно, грязное от того, как вела на стриме Лёлька Быкова, и как она кривлялась, шутила над своими подписчиками, то есть унижала их, и когда они писали какие-то, в общем-то, неплохие ей советы, то она опускала их ниже Плинтуса, ну и советовала лучше посылать ей деньги, чем советы, потому что в советах она не нуждается. Она не видела в упор ни одного своего подписчика. Для неё это стадо баранов, которых она окучивает, а вы, хомяки, до сих пор это не поняли. Без конца ей предлагаете какие-то советы, какие-то пожелания, как, так сказать, по вашему мнению, ей выйти из ситуации жизненной. Но ей эти советы и завтра не понадобятся. Ей нужны деньги, причём она уже просто ставит полоску и собирает как бы на что. Покупает она этот генератор или не покупает, она ни перед кем не отчитывается, и завтра она будет собирать на трактор, который она уже сказала, что ей нужен в хозяйстве. Нужен или не нужен, она сама ещё не знает, но это будет повод собрать лишние деньги и провести хорошо своё время с кавалером или без кавалера, пополнить свою копилочку. В общем, на стриме смотреть нечего было. Это всё грязно, омерзительно, погано. И этот мужик, ну, скорее всего, это Саша, который был у неё уже Дед Морозом, потому что у них была такая игра, она показывала его по частям, то руку, то ногу, то носки, то сама валялась на кровати. Ну, и потому как на нём был свитер одет серый тот же самый, это, скорее всего, приехал снова Санёк. Вахта у него закончилась, или он, побыв здесь в Новый год сколько-то времени, решил, что лучше он будет на вахте у Лёльки, чем где-то там в холоде, в голоде, и ещё работать надо. А тут будем лежать с Лёлькой на диване, на кровати и окучивать хомяков, чтобы они смотрели всякую грязь, которую мы будем показывать, ну, и потом посылали деньги. Опять же, на стриме она вспомнила про говноканалы, что она кормит 20 говноканалов. Ну, хочу сказать, что, Лёля, говноканалы или каналы с обзорами на пустом месте не вырастают, а там только, где есть на что посмотреть и что обсудить, и выразить своё мнение по поводу того, что происходит на твоём канале. А если ты себя так ведёшь, и есть что обсуждать, то эти говноканалы будут расти и расти. И скоро затмят твою страничку, там, где люди набирают деревенский дневник очень многодетной мамы, там получается один ролик твой, и вниз, чем дальше листаешь, тем больше и больше говноканалов. Так что, с одной стороны, радоваться надо, что тебя обсуждают, и что люди приходят на тебя посмотреть. Ну, а с другой стороны, люди скоро будут смотреть говноканалы, потому что их столько много, что, посмотрев пять, допустим, можно получить полную информацию о том, что происходит у тебя на твоём канале. А на твоём канале ничего не происходит. Одно и то же. Не на канале «Матери-героини», не на канале «Деревенский дневник очень многодетной мамы». Вот просто потому, что ты не заинтересована в том, чтобы какие-то ролики люди смотрели, которые, ну, учили чему-то. Зачем у тебя есть деньги, ты на всё наймёшь людей, ну, а людей чужих, других смотреть не очень хочется, потому что, в общем-то, подписывали все на тебя и на то, как ты занимаешься хозяйством. А в последнее время, ну, практически мы его не видим. Из всего стрима, третья часть стрима, Лёлька игралась с Сашулей. И то ли стрим, то ли хомякам было смотреть, что она говорит на стриме, то ли то, как они валяются и играются с Саньком. Ну, в общем, Лёлька вела себя отвратительно. И когда люди впервые пришли на её канал где-то два-три года назад, то увидели нормальную женщину, озабоченную его хозяйством, озабоченную детьми, ну, или во всяком случае она так из себя представлялась. Но сейчас смотреть эту грязь, смотреть, как Лёлька показывает своё истинное лицо, это что-то с чем-то. И даже хейтеры, которые приходят на канал, чтобы обсудить, и, в общем-то, они относятся к Лёльке адекватно, то эту грязь смотреть невозможно, невозможно, потому что деревенский канал и деревенский YouTube – это и есть деревенский YouTube. А тут уже то ли она свои ролики будет готовить для ТикТока, и часть она сделает нарезок и отправит, и поэтому она себя так ведёт. Ну, или крышу у неё снесло совершенно от мужиков, или она у неё и не была никогда, только лишь показывала, что она очень деловая. Но ещё раз говорю, смотреть это противно. Ну, вот и всё, что я вам хотела сегодня рассказать. До свидания, всё вам доброго. С вами была Ольга и канал Домик Озеро Молдина. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok